Знания, приобретенные на теоретических занятиях, семинарах, студенты Лобинского аграрного техникума обобщают и применяют в жизни на технологической практике. В актовом зале учебного заведения прошла итоговая конференция будущих агрономов, ветеринаров и механиков сельского хозяйства. Практика обычно у нас, ну по крайней мере по технологическому специальности, была разделена на два этапа. Первый этап был в летний период, второй этап в осенний период. Это связано с выполнением сельскохозяйственных работ, и чтобы как можно больше сельскохозяйственных работ охватить, они проходили, соответственно, практику в эти два периода. Студенты занимаются в современных хозяйствах, где поддерживаются все технологии, большая кормовая база, база обслуживающего персонала. На практике они проходят все процессы ветеринарии, занимаются диагностикой, лечением животных, составляют вместе с руководителями от хозяйства практик профилактические, противоэпизотические планы по ведению именно каких-либо мероприятий. Студентам понравилась технологическая практика, они получили большой практический опыт в работе в сельхозпредприятиях, были на уборке зерновых, то есть первый блок у них попал не на уборку зерновых культур и обработку почвы, второй блок они захватили обработку почвы и посев озимых зерновых культур. Многие студенты имеют благодарственные письма, поэтому в целом весь объем практики был выполнен. Каждый год наши студенты, которые заканчивают третий курс, переходят на четвертый курс, уходят на практику по профилю специальности двухмесячную, которая в этом году у них проходила немножко по-новому, потому что практику распределили по блокам для того, чтобы попасть на период уборочных работ и период подготовки почвы под посев озимых культур и посев озимых культур. В принципе, в общем, практика прошла достаточно хорошо, можно сказать, что на высоком профессиональном уровне. Очень многие студенты, за многих студентов слышали слова благодарности от руководителей практики. Стараемся каждый год все больше и больше расширять круг базовых хозяйств своих, где бы студенты проходили практику. И, в принципе, это уже готовые специалисты, которые еще раз придут в эти хозяйства теперь уже на преддипломную практику, на стажировку. И уже после окончания техникума готовые специалисты, которые могут работать вполне, могут работать специалистами среднего звена, имея средне техническое образование. Студенты проходили практику на территории Краснодарского края, в хозяйствах Лобинского и других районов. На конференции традиционно присутствовали работодатели. Важно услышать их мнение об уровне подготовки учащихся, а также предложения по трудоустройству. Ведь зачастую студенты выходят из стен техникума, уже имея рабочие места. Студенты показывают себя, как чаще богатые теоретические знания, которые могут применять на практике. После окончания, да, выделили пару студентов, которые приглашаются на работу. На конференции заслушали доклады студентов о проделанной работе. Для будущих специалистов среднего звена практика позволила не только применить полученные знания в жизни, но и убедиться, не ошиблись ли они в выбранной профессии. Я работал в агрокомплексе Губская в Мостовском районе. Прошел практику хорошо, очень понравилось хозяйство. Ездили на конференции всевозможные во время практики. Плюс ко всему я остался работать там. После окончания практики мне предложили остаться работать, я согласился. Технологическая практика мне понравилась. Мне понравилась как организация, предприятие, коллектив, работа в коллективе. И вот я после практики сделал вывод, что я не ошибся в своей профессии. И я решил после техникума поступать в Ставропольский университет, то есть продолжать даже свое обучение. Там современные технологии, как бы, по выращиванию, содержанию скота. Мне там очень понравилось. Думаю, как бы, идти учиться на высшем. Понравилась организация работы, отношение к практикантам и оснащенность цехов новым оборудованием. Базовыми нашими хозяйствами стали самые основные современные хозяйства. Это агрокомплекс Васюринский, агрокомплекс Кубань, наш прогресс. В общем, это самые-самые ведущие хозяйства нашего района и края. Но и самое главное, сегодня находятся наши студенты в Германии на практике. Мы тоже их поджидаем. В общем-то, они вот должны приехать. Они сегодня проводят защиту своих практических, своей практики в Москве. Вот, они проходили практику в фермерских хозяйствах Баварии. И вот, в общем, мы стараемся, чтобы этому вопросу уделять очень серьезное внимание, потому что оттуда начинается трудовая биография наших студентов. И сегодня они это понимают. И, как правило, к основной своей специальности сплошной добавляют рабочие специальности. По каждой профессии это две-три специальности рабочих. Это все им позволяет на практике раскрываться и постигать вот именно те азы профессии, к которой они пришли. Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.